У этих дам водительский стаж от 10 до 15 лет. Екатерину Сегида, нашего корреспондента и ведущую, в перерывах между съемкой репортажей и ведением новостей можно встретить на дороге. Она водитель дисциплинированный. За рулем кофе не пьет и губы не красит. Водит ловко и уверенно. Мужчинам-водителям и придраться, собственно, не к чему. Сигналит возмущенно. Нет, мне не сигналит, я сигналю, честно говоря. Татьяна из Труновского района способна не только на пельмени, борщ и плов. За последние 11 лет ни на день не разлучалась с машиной. На конкурсе спокойно. А чего волноваться, если и правила хорошо знает, и водить не в новинку. Я люблю машину. Машина – это моя жизнь, это моя работа. Машина – большой помощник, поэтому мы с ней не расстаемся. Да и вообще сложно волноваться и переживать, когда тебя подбадривает такая группа поддержки. Самые громкие. Ну, коричевку давайте. Готовили вы? Жюри сегодня подтвердит, что наша Таня победит. Лучше Тани нет на свете. Наша Таня – автоледи. Эти автоледи устали от насмешек и ухмылок. И от колких реплик, которыми разбрасываются мужчины-водители, завидев женщину в автомобиле. Они решили всем доказать – дамам место за рулем. И место – это коронное. Все остальное не более, чем предрассудки. Миссия наша, то есть девушек, которые водят машину – сломать эти стереотипы, показать, что и не только мужчины, но и женщины могут хорошо водить машину. Поэтому мы здесь сегодня, наверное, и принимаем участие, чтобы показать это, что мы тоже можем. И мы бываем хорошими водителями. Автоледи ловко выписывают на автодроме змейку, маневрируют. Одно из сложных заданий – параллельная парковка задним ходом. После уличного экзамена – проверка знаний правил дорожного движения и основ медицины. Какой же ты водитель, если знаков не знаешь и первую помощь не сможешь оказать? И мы перепинтовываем. Начинаем чуть выше колена. И легкими. Чтобы не сделать дабы ему больно, мы пинтуем. Эти дамы уже победили у себя в районах. Теперь покоряют край. У мужчин сегодня места только в зрительном зале. Каждая из участниц индивидуально подходит к данному мероприятию. У кого-то получается лучше, у кого-то немножко хуже. Но хочу сказать, что здесь собрались уже победители, уже подготовленные участницы. Кстати, первое место пьедестала заняла победительница прошлого года. Автоледи из Михайловска, доказав, что по улицам Шпаковского района курсируют лучшие автоледи. Джамиля Ибрагимова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.